Продолжение следует... Начинаем. Хотелось бы еще сказать то, что кто к нам только что присоединился, что команда Yellow Submarine уже одерживала победу над данным коллективом. Также 2-0, но только не на StarLadder, а на Dota 2 что-то там, по-моему, турнир как-то так выглядел, назывался. Ну и сейчас повторяет, я так понимаю, свой подвиг, потому что противостояние было, ну не скажу то, что... Ну да, в одну калитку. Ну там очень трудно было сопротивляться тому, что ребята из команды Yellow Submarine показывали. И практически повторяют свой сейчас пик. Также забирают Оракула и Дарксира, только вместо Суарка у них будет Артас играть на свыне. Я так понимаю, надо добирать еще какого-нибудь геймченджера вместо Братрума. Ну или... Да, вместо Братрума, потому что Братрума у нас в бане. Ну давайте по пикам банов сейчас пройдемся, потом начнем обсуждать уже. Команда GoToAlimp забирает себе Санкинга, Тускаря и Джиггернаута. Отправляют бан Друрейнджера, Аутол Де Вориера, Хускаря и Спиртбрейкера. Команда Yellow Submarine забирает Оракула, Дарксира и Свена. А в бан отправили на Сталкера, Кунку, Омника и Виспа. Вот так вот. Ну и что? Какие у нас изменения произошли? Тускарь также остается у нас в пике для команды GoToAlimp. Ну и да, выглядел он довольно неплохо и сейвал сноуболом, и шарды закидывал довольно неплохие. Но вот что-то не хватило. Решили добрать себе Санкинга. В принципе, вместо, я так понимаю, Суардара будет выступать данный товарищ. Ну и да, возможно, возможностей у него сейчас больше. Возможностей у него больше, потому что Суардар, что он? Да, он может стан закинуть Amplify Damage. На Amplify Damage урона вносить не будет. Здесь же у нас уже есть эпицентр. Хотя мы видели то, что Дарксир показывает себя довольно неплохо. Дарксир может, в принципе, вместо Меканзма какого-нибудь собрать сразу же Пайп, потому что здесь магического урона будет огромное количество. Это Тускар, это Санкинг, в принципе, с своим прокастом. Шадо Демон с своими Шадо Пойзонами. Ну и сейчас еще какого-то героя себе заберут. Но здесь, конечно, будет Коргероид, хотя не исключает возможность... Магии у данного персонажа. Здесь же у нас что? У нас Oracle Darkseer, которые также фигурировали в прошлой игре. Вместо Суарк у нас для Артаса уже выступает Свен. Надо забирать какого-то геймченджера вместо Братрума и... Какого-то мидера для себя. Возможно, повторить Пака. Пак у нас не в бане. Пак у нас не в бане. Показывал он себя довольно неплохо. Хотя, может быть, против Джиггернаута закинуть какую-нибудь Урсу. Хотя, здесь уже есть Шадо Демон. Здесь уже есть Тускар. Здесь уже есть Сэн Кинг и Свен, которому также надо добираться до врагов. Шадо Демон может закидывать Демоник Пюрдж. И Свену будет довольно проблематично бегать здесь. Но есть Дарксир, который может закидывать Сурджом. Также станов огромное количество у Гоу Туалим. Есть чем фокусить. Но есть Рики опять же теперь. Рики Мару для команды Йелло Судмарин со Смокскрином. Вот он, саппорт четвертой позиции. Рики Мару, который будет пытаться вырезать какого-то Курьера. Который будет ролмить по линиям. Вместе с Дарксиром под щиточком будет бегать. И этому Шадо Демону будет неприятно. Само наличие Рики Мару будет вызывать очень большие проблемы для команды Гоу Туалим. Так как на него будет накидываться щиток. Тот будет бегать в Инвизе. И вообще, в принципе, то, что в пике Рики Мару надо покупать ворды. Надо покупать постоянно Сентри, ставить их. Иначе данный персонаж будет просто бегать. Просто убивать Курьеров. Просто мешать всем и вся. К тому же Сент Кингу будет не сладко. Если в него влетит Стан Свена. Там же Смокскрин полетит. Сент Кинг не сможет уйти в Сент Шторм. Не сможет уйти с Баро Страйка. И быстренько с ним разберутся. Ну и Шадо Демон не сможет. В Дизрапшин уйти. Джиггернаут в Бэйт Фьюри не закрутится. Ну, Рики Мару здесь, я думаю, будет вносить огромное количество импакта. Если его, конечно же, реализуют правильно. В бан у нас отлетает пак. В бан у нас последний остается для команды Йоу Судмари. Несмотря на то, что в прошлой карте они использовали Резерв Тайм только при последнем пике. Сейчас же они потратили огромное количество времени. Банят Драгон Кнайта и забирают себе Шторм Спирита. Последний пик остается для команды Гоу Туалим. Ну, также им надо, наверное, ну, возможно, мидера забирать возможность забирать какого-то кора. Потому что Джиггернаут, в принципе, может отправиться на мид. А против того же Шторм Спирита может, в принципе, отправиться на мид. Это Антимаг. Да, он отправляется на мид, а Антимаг у нас будет фармить. Ну что, дорогие друзья, вторая карта между командами Йоу Судмарин и командой Гоу Туалим. Стартует прямо сейчас. 1-0 в пользу команды Йоу Судмарин. Ну и мы начинаем. Надеюсь, вы запаслись чайком, запаслись кофейком, потому что после этой встречи у нас небольшой перерыв. И следующий матч у нас будет между командами Dark Passage и командами Level Up. Dark Passage та самая команда, которая победила в турецких квалификациях и которая представляла свой регион на WESG. И команда Level Up, я думаю, всем любителям про-серии Старладера тоже знакома. Ребята очень хорошо показывают себя. Также одерживали победу над такими командами, как Crystal Gaming, по-моему. Над такой командой, как Pride Gaming, тоже очень хорошо показали себя против данного коллектива. Поэтому встреча должна быть довольно интересной, что от одной команды, что от другой. Здесь же просто я не знаком с командой Go to Olimp. Может быть, они фигурировали очень хорошо, себя показывали. Но вот Yellow Submarine, конечно же, у всех на слуху, у всех. Поэтому явные фавориты этой встречи. Ну и пока что они себя показывают. Они себя показывают очень с хорошей стороны. Это быстрая игра. Ну, относительно. Ребят, ну давайте на чистоту. Ребята могли закончить быстрее. Если бы не было вот этой вот аккуратной, непривычной для нам доты СНГшной, то ребята могли бы очень быстро закончить. Но вот нет, закончили так, как закончили. Но зато выиграли. Вот это единственное что. Я думаю, там не важно за сколько, не важно как. Ребята выиграли, и это самое главное. Разбирают руны, что одни, что вторые. Мидерам достается баунти руны. Здесь Рикюмару еще и с руки подрезал немножко. Сентри варда себе поставил. Там гусики есть, чтобы вражеские кушать. И, в принципе, все хорошо. Поставили вард уже на подход здесь. Ребята из команды Go to Olimp на верху также поставили. По-моему, они себе же спауны забочили. Да нет, вряд ли. Ну и Сентричок, вот он, поставили Сентричок. Прокушает ли это? Да, сразу же Рикюмару скушал Сентричок вражеский. Но не будем забывать то, что нету здесь у Шадо Демона. А у кого же Сентри-то у нас еще? А Сентри-то больше и нету. Рикюмару по щиткам начинает бегать. Рикюмару по щиткам начинает уже доставлять очень большое количество неприятностей. Тому же антимага, он просто рядом с ним стоит. Нету здесь Сентри, чтобы отгонять Рикюмару. Ну и, в принципе, на этом все. Так, у нас что здесь? Сенткинга сейчас могут отправить таверну. Фэрифайером отпевается. Артасой, как замедлился, это неприятно. Начинает фласочкой отпеваться. Фортуна Сента и Ферст Блат для Кип Колба. Ну, в свою очередь, тоже умирает. Но умирает от крипов. И денюжка неравномерная. Ну и вот, Ферст Блат оформляют у нас, ребята, из команды Yellow Submarine. О чем я и говорил, то, что с этим Сенткингом будет нетрудно справляться. Так как, тем более, у него Барро Страйк сейчас не вкачан. Я не знаю, для чего он сейчас сразу же вкачал пассивочку. Потому что, ну, мне кажется, все-таки по ситуации надо как-то раскачиваться. А вот нет. Товарищ решил вот так. А вот он, еще один Сентряк. Вот он, Сентряк, стоит на миде. Я не знаю. Хотя, по-моему, этот Сентряк закончится быстрее, чем Рикки Мару сейчас туда переключится. Потому что, в любом случае, чтобы принести Сентри, во-первых, нужны деньги, которые... Ну, да, Shadow Demon через 10 монеточек сейчас появятся. Это, во-первых. Во-вторых, надо принести Курьером. Либо идти и тратить время. Идти самому и тратить время. Вот. Если понесут Курьером, увидят это на варде. Ну, нет, не успеют. Не успеют, конечно же, перехватить. Если не будут уже сразу же находиться там, то... Если будут, то тогда могут попробовать. Здесь Тускар. Тускар, кстати, второго уровня. Бару Страйк получает по лицу. Сразу же Шарды отгрузают. Здесь очень хорошо Кипкома. Ну, и Кипком, наверное, отправится у нас в таверну. Очень хорошо его здесь закрыли. Да сам себе закрыл. Сам здесь оказался. Сейчас еще и... Нет, не получается сбить. Не получается сбить. Еще и Бару Страйком. Подкапывают. И отправляют таверну Ораку. Ну, сам виноват. Загулял. Загулял, спрятался. Думал, все-таки повезет. А нет, не повезло. Рикимар продолжает здесь. Продолжает нарезать. Продолжает под щиточком. Здесь Дизрапшн сразу же ему по лицу. Ну, и отходит, отходит Рикимару. Рикимару, кстати, без Смоукскрина пока что играет. Ну, и посмотрим, как у него это получится. Здесь приходит все-таки Тускар. Я так понял, он здесь все это время будет находиться. Потому что, понимаешь, что наверху он, в принципе, против Дарксира и Рикимару сделать ничего не сможет. Лучше он здесь побудет и Свену будет пытаться мешать как-то фармить. И это может у него и получиться. Ну, мы видели то, что Оракула уже убили. Ну, и надо продолжать. Надо продолжать как-то. Может быть, того же Оракула убивать. Может быть, кого-то еще. Так, Фрочунсет на скрина. Оракула прилетает и выйдет Сноубом. Будет либо Рострайк, Шарды сразу же по Артасу. Станчиком сейчас откинется. Станчик откидывает по скрину. Артас пока что уходить пытается на имана. И здесь нет. Продолжать погоню никак не получится. Наверху у нас продолжается... Не знаю что. Рикимару постоянно под щитками. Ну, вот он, Смоукскрин. Да, все-таки вкачивается. Пожог все-таки уже есть. Щиток повесили на крипа. Ну, и продолжать. Продолжать мешать антимагу фармить. Вот это самое главное. Здесь, если посмотреть по крипам, то у Сваната похуже дела. Несмотря на то, что здесь по щитками постоянно антимагу приходится вкачивать спеллшилд. Что не так часто на Изилейне вкачивает. Тем более с рейнджевым саппортом. Тем более с Шадоу Демоном. Который есть в Шадоу Пойзон на двоечку. И он может откидываться. Он может постоянно мешать. Подходить сюда двуми лишним персонажам. Хотя без вардов довольно проблематично против Рикимару играть. Вот о чем я и говорю. Так, здесь на Джиггернауту будет ли пытаться какой-то в лед сделать? Ну, вортекса нет. Вортекса нет. Замедлить проблема, конечно. Вард поставил. Здесь Джиггернаут. Хватит ли этого варда? Потому что очень серьезно отпевает здесь. Отъедает его Рикимару. Может еще смог скрин закинуть. Ой, какой сноубол от Рикимару. Нет маны на шарды. И все-таки Рикимару, наверное, отсюда уйдет. Но очень мало хп. 15 хп буквально остается. Но все-таки уходит. Уходит отсюда Рикимару. Но вовремя, очень вовремя пришел сюда Тускар. Если бы он не приходил, я думаю, Джиггернаут здесь отъезжал бы в таверну. Ну, а так сейвает, сейвает своего мидера. Очень неприятно, что не получилось забрать мидера ребятам из команды Yellow Submarine. Ну, для них это обидно. В Сен-Шторме находится здесь Сен-Кинг. Может быть, стоит принести все-таки себе какую-то пыль или Сен-Тричаки. Потому что, ну, вот этот Сен-Шторм, он будет постоянный. Он будет постоянный. Сейчас он закончится. И, кстати, очень неудачно может закончиться. Потому что, ну, тут есть... Нет, нету. Здесь есть Борострак. С танчиком получает по лицу. И вот так вот его и забирают. Вот так вот просто и бесповоротно. Безвозвратно отправляют в таверну. Не, ну, возвратно, но не скоро. Очень много ХП здесь слили антимагу. Ну, и, я думаю, не будет отходить. Потому что есть у него Rings of Health. Быстренько восстановится сейчас. Ну, и на этом, в принципе, атака закончится. Продолжит фармить. Здесь Сен пытается, пытается как-то Артас выфармливать. Ну, не знаю. Довольно проблематично. Так, Сноубол. Сноубол будет у нас на Оракул. Которого маны нету. Довольно неплохо. Он отсюда уходит. Хотя, если Шарды откинет, то можно было бы, в принципе, этого Кипкома пытаться забрить. Потому что у Свена не было маны. У Оракуа не было маны. И фокусить там, в принципе, нечем. Здесь в Инвизе. В Инвизе продолжает у нас Рикимару. Подфармливает. Завармливает вражеские стаки, чтобы не было отводов. Маленькие стаки. Завармливает. Довольно неплохо. На этом. И, в принципе, все. Ну, поспокойнее у нас игра. Шестая минута. Всего четыре фрага было сделано. Сентрички стоят. Сентрички стоят. От ребят из команды GoToOlimp. Видят у нас Рикимару. Но Рикимару что-то не обижается. Говорит, ну, видите и видите. Ну, а я тут вас вижу. Буду вам по лицу давать. Ну, и так и делаю. Расслабились. Что один, что второй коллектив. Не делают ничего. Он пытается выфармливать. Сейчас по Крепстату немножко догонит. Все-таки. Антимага здесь нет. Нет. Манилс Вена. Ну, и не получится никакую драку организовать. Ну, вот, не знаю. Не такой агрессивный пик взяли. Я думал, вот Рикимару будет бегать. Ой-ой-ой. Чуть не забрали этого антимага. Ну, нет, станов нет. Нету станов, а замедление от одного орбов Венома это не замедление. Это борода. Приходит сюда Шторан Спирит. У Шторан Спирита ДД в баночке есть. Но, опять же, опять же, надо дождаться, пока сюда подойдут. Что у Свена? У Свена по мане. Ну, сейчас ладно. Сейчас будет на станчик, на один. Уходит. Пока что Шторан Спирит. Ну, и не хватит маны теперь на драку. И хватит маны, приходится перемещаться на мид. Очередной раз. Ганг не удался. Седьмая минута. Восьмая. Ой-ой-ой. Что-то я думал, у нас игра-то будет побыстрее. Вторая. Но вот ребята из команды Yellow Submarine не ожидали, наверное, то, что они себя таким пиком законят в тупик. Ну, а в принципе, правильно. А что им делать? Они могут, в принципе, выигрывать только линии сейчас. Если начнутся какие-то массовые замесы. 4 плюс 1. Но Свен будет фармить. Хорошо. Свена надо выфармливать. Какой-то доминатор. Там, блин, даггер. Эхо Саблю. Если он уйдет отсюда Оракул, то Сэн Кинг довольно неплохо будет против него стоять. Там антимаг Рикки Мору забирает. Вот так вот. Загулял. Сэн Кинг с Тускарем так, по Артас станчик не хватает. Сэн Кинг с Тускарем будут довольно неплохо против Свена стоять. А вот ребята из команды GoToOlimp могут, в принципе, своим пиком собраться, могут своим пиком навалять, попытаться людей. Потому что здесь есть, опять же, Тускар, здесь есть Сэн Кинг, есть Джиггернаут, который на ранних вовлах очень любит драки. Ну и посмотрим, как у них это получится. Выходит, Шадо Демон, но продолжения здесь никакого не будет. Вряд ли что-то будет здесь. Но это продолжение. Можно попробовать Смокскрин, закинуть Станчик. Прилетает по Тускарю, попытаться его как-то забрать. Смокскрин довольно неплохой. Прилетает Скрина быстренько. Да, отправляет, наверное, Борострек довольно неплохой. По двоим здесь будет Ли Блэд Фьюри. Нет, попытается просто уйти. Сэн Шторм, пыли проюзал Рикимару. Ну и отсюда уходит. Уходит Сэн Кинг. Сэн Кинг практически шестой уровень. Интересно, во что он будет вкачиваться. Вкачал, вкачал. Сэн Шторм на единичку. Но это вопрос. Будет ли он до девятого уровня качаться без ультимативной? Потому что мы часто видим вот этих вот Сэн Кингов с Борострайками и пассивочкой. А только-только потом вкачивают ультимейт. Ну и Эпицентр пока что не качал. Пока что вообще ничего не качал. Сэн Кинг. Да, Борострайк. Все-таки откачивает Борострайк. Потом будет максить пассивку. Ой-ой-ой, какой мне слэш-то у нас был. Реакция Мангустова у Рикимару. Успевает уйти отсюда и из-за этого у меня слэш. Был бы еще один прыжок, то я думаю здесь Рикимару бы управлялся в таверну. А нет, успел управлять сам. Ну и что, Дарксир у нас продолжает здесь пытаться раскидываться щитками. Пытается мешать этому антимагу. 3-3 счет на 10-й минуте. Какие-то спонтанные фраги у нас происходят. Непонятные вообще на чем ассоциируются. Есть ли у нас смокскрин. Смокскрин есть, будет ли вылетать. Но в Вортексе нет. И очередной смокскрин просто в молоко. Ну и просто телепортируется Жиггернаут, потому что нечем зафокусить. Просто зафокусить нечем. Артас потихонечку выходит в Доминатор. Выходит в Доминатор. Надо как-то пытаться вот этих вот ребят прогонять отсюда. Пыль, в принципе, у Оракла есть. Как-то попытаться подцепить. ГДС есть. Маны-то есть. Маны нету. 20 маны не хватает на прокаст. Там еще и Варкрай захочется заюзать. Ну нет, не хватит. 3-3. 11-ая минута. Счет между командой имел Солдмарин и командой Голту Олимп. Все фармят. Что одни, что вторые. Никто никого не бьет. Здесь так. Сноубол пошел. Будет Лешарды накидываться на Ораку. Бралстрайк не попадает. Он не слышит, что у Джиггернаута нет. Есть Блэйд Фьюри. Может попробовать все-таки подраться. Рикки Мару. Фаршин Сэнт прилетает после Нкингуева. Эдит Сэн Штормом. Прыгает Рикки Мару. Смокстрин пока что не кидает. Этот Джиггернаут Блэйд Фьюри пытается уходить. Смокстрин довольно неплохой на отход. Здесь Бэк ультимативный проюзывает Джиггернаут. Рикки Мару просто пытается здесь забрать то скорее. Просто с руки набивает. Что раз перед в дезерапшеново прячет. Шадо Демон. Ну и в принципе на этом все. Ну и никто не умер. Как так-то вообще происходит? Столько скиллов прожимают, что одни, что вторые. И никто не умирает. О господи ты боже мой. Но этот Сэн Кинг может выйдеть. Ваши прокасты очень удобно. Арксир вышел на полигон битвы с антимагом. Начинает его пробивать. Шилдом. Ну и этого не хватает. Но все-таки Сэн Кинга забивает. Все-таки забрели через... Через дасты я уверен. Да, дасты закончили. Станчик прилетает по скрину. Скрин с руки просто забривать. Потому что шарды только остались, которые были бы через 3 секунды. А так дабл-кил для Кипкома. 5-4. Ну вот началась какая-то игра. Кто-то на кого-то начал убивать наконец-то. Кто-то начал что-то покупать. Доминатор приобретает себе Сэн. Сейчас надо забирать какого-то крипочка. Да, собирать себе дальнего крипа мага. Отправлять его на Эншентов. Раздевардить. Потому что, ну... Нет, вряд ли, вряд ли. Понимать то, что здесь находится вард. И не буду ставить. Хотя должны быть. Вот эти вот микро-моменты. Они очень сильно влияют на игру. Попробует ли Даркси разобрать. Дезрапшн пошел сразу же на себя на Кюзэч Сурж. Сурж прожимает. Пытается здесь он не слэшен забрать. О, ее Сурж-то насколько на двоечку. Но сейчас закончится. Рикимару приходит смокскрин. Заюзов все-таки не хватило этого. Не хватило, чтобы спасти. Влетает Штар Спирит. Попытается забрать Шадо Демона. Шадо Демона. Смокскрин есть ли ультимативный? Работает Рикимару. Здесь находится у нас Джиггернау. Здесь находится Антимаг. Под центром бегает Рикимару. Маны нету. Цепануть есть ли чем. Цепануть нечем. Но под Бритв Кюри просто бежит. Джиггернау до конца. Шарды какие. Чуть не попали по Рикимару. И все-таки уходит отсюда. Антимаг довольно неплохой пик против Штар Спирита, конечно. Но Штар Спирита очень большой запас денег. Антимаг выходит же так же в топ-1 по Крепстату. Потихонечку наращивает преимущество. Потому что он не так высоко был по Крепстату. Где-то в серединке он там мелькал. Но вот с появлением Баттлфьюри у него появится огромное пространство для фарма. Что не сказать про Свена. У Свена довольно не очень хорошая ситуация. Хотя отстает на 23 крипа всего лишь. Давайте посмотрим по Нетворсам. По Нетворсам 1300 монет. Преимущество у Антимага. Это вот он. Один меч. От Баттлфьюри. Ну это проблема. Большая проблема. Яшу приобрел свою Джиггернау. Тут Джиггернау это есть. Яша, Фейзе, Аквилл, Боттл. Попробует ли кто-то с кем-то подраться? У Ораку есть возможность в принципе подраться. Здесь же находится Свена, у которого нет. Возможности подраться. У него есть мана либо на стан, либо на ГДС. Кидается стан, кидается стан на Тускаря, урон не наносит. Фортуна Сент отлично прилетает. Сейчас прокаст проюзал Тускар. О, чё, 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 как он отрезал. Он влетает до конца гейминг. Это Шторм Спирит убивает Тускаря. Попытается кого-то ещё может забрать. Нет. Продолжения нету. Ну, выйти, выйти на Сент-Кинга. Выйти на Сент-Кинга, потому что здесь четвером находитесь. Продолжать драться. 7-5. Имеете счёт преимущества в два фрага. Попытаться поймать всё-таки этого Сент-Кинга. Ну, Шторм Спирит точно. Ну, вот оно, Баттл Фьюри, вот оно, Баттл Фьюри у Антимага. Сейчас он начнёт по денежке беруститься очень серьёзно. И он начнёт создавать кое-какие проблемы вам в скором времени. Хотя, Свен, ну, блин, это Свен. Это Свен, который под ГДС-ом будет просто-напросто влетать. Просто разваливать кабинеты. Неважно, сколько там тебя, сколько иллюзий. Он не слэш ворол, спанч, господи. Да, боже мой, сколько влетело в этого Дарксира. Хейтерс Гона Хейт ещё и пыль прожимает по Рикки Мару. Альтимативно успевает уйти. Сразу же сюда Свен с ФТП. Прыгает до конца гейминг. Рикки Мару пытается засейваться. Но говорит, не надо. Лучше фарми. Лучше фарми. И я погиб. Тихонечку выходит в эхо саблю, Свен. Понимает то, что ему в скором времени надо фармить стаки. Но чтобы их фармить, надо их начать делать. Крип здесь стоит, я так понимаю, то, что здесь зафармили уже стаки. Потому что они здесь были. Два или три должно было быть уже, если... По таймингу делал всё. Арта 100. Крипы должны были появляться. Забирать. Крипочка свына, я так понимаю. Да, потому что здесь никакой не появился. Забрали. Крипа. И, в принципе, всё. 7-7 у нас счёт. Довольно равная игра. Ну и даже преимущество сейчас у команды Go to Olymp. Возможно, у нас будет ничья. Всякое может быть. Всякое может быть. Потому что ребята из команды Go to Olymp сейчас показывают себя довольно неплохо. Не, неправильно. Это ребята из команды Yellow Submarine показывают себя очень пассивно. Они, в принципе, они же могут. Они могут выступать в роли инициаторов, агрессоров. У них есть для этого всё. У них есть Трикимару, которая светит. У них есть Шторм Спирит, который также может влететь. Есть Дарксир, который может влететь. Ну, может быть, хотят, чтобы Свен получил артефакт. После этого, чтобы начать уже какие-то драки, какие-то замесы. Ну, пока что нет. Пока что не получается. Что-то сделать. Хотя, Свен телепортируется наверх. Понимает, что на низу у него уже могут быть проблемы. Тем более, туда уже три человека направлялся в смоках. И этой встречи хотелось бы избежать. Ещё и четвёртый там находится. Ну, и видит. Видит, Антимага влетает. Так, Смокскрин пошёл. Шторм Спирит, притягивает Антимага. Антимага надо как-то добивать. Быстренько, пока Смокскрин не вышел. Да. Отправляют в таверну Антимага. Ну, вот на этом моменте очень приятно его убивать. Хотя, всё равно, в любом случае, первое место по Нетвордсу 1800-1900 монет сверху. Надо продолжать. Надо продолжать. Давить, 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 давить. Несмотря на то, что у Артаса... А, ну у Артаса уже Эхо Сабля. Эхо Сабля, блин, Даггера нету пока что. Но сейчас огромный золотой запас. Вы уже потеряли две вышки. Третью сейчас потеряете. Надо забирать хотя бы одну. Ну, забирает одну сейчас у Свена появилась Эхо Сабля. ГДС есть, есть Стан. Всё, есть. У него можно драться. Ещё и Меканзм приобретает себе Даркси. Ну, вот вроде бы два первых Нетвордса у ребят из команды Голту Алим. А артефакты довольно неплохие у Ео Судмарин. Ну, на начало, по крайней мере. Владимир приобрел себе Антимаг. Дифуза купил себе Джиггернаут. Ну и очередной раз разбежались. Разбежались что один, что второй коллектив. И Ео Судмарин и Голту Алим покинули. Вместо дислокации. Хотя Голту Алим, я так понимаю, очередной раз хотят пытаться подраться. Есть Сентри, который могут сейчас, если поставить. Поставил Сентри Рикимару, влетает. Так что Спирит Брорстрайк получает по лицу Штар. Спирит также. Стан под Смокскрином. Здесь стоит вакуум довольно неплохой. Какой прокаст еще ГДС. Просто под пассивкой Свен разрывает. Пошел, конечно. Потому что он не слэш, но даблкил для Орако, даблкил для Свена. И это минус 4 в исполнении команды Ео Судмарин. Вот собрались, подрались. В чем проблема делать так сразу? Ждали эхо саблю? Ну я не знаю. Ну и продолжать давить. Ну я не понимаю, почему вы разбегаетесь? У вас есть все для этого. Ну ГДСа нет, но там 4-х человек не было. Попытаться как-то дальше давить. Здесь сюда влетает Пускар. Пускар откидывает с шардами. Артаса скрывает. Ну есть чем отхилить, есть чем засейвить. Поэтому можно в принципе не переживать. Тем более, Орако находится сзади. Тем более, зафокусить так активно нечем у Сенкинга. По-моему, а, есть Блингдаггер. Ничего себе. Сюда также летит еще и Джиггернаут. У Джиггернаута есть диффуза, чтобы подцепить. Но пока что не прыгать. В принципе, Сенкинг мог бы прыгнуть, подцепить. Но это было бы очень проблема. Разбивают центрики здесь. Ну и в принципе, наверное, все. Под Бултстоуном, что вас перед тут сейчас довольно удобно находиться. Несмотря на то, что... А, мне показалось. Казалось, что не регенит. Нет, все регенит. Все замечательно. Ну и в пятером выходит. Наконец-то. Наконец-то собираются на миде. Теперь можно попробовать кого-то подцепить. Попытаться. Выходит, Экимару палится на Тауэре. Сейчас прокинут здесь пылью. Когда появится кто-нибудь с пылью. Шелдоу Демон у нас наверху. Но есть у него сантричок, может поставить между Тауэрами. И попытаться как-то убить, может быть, Экимару. Ну, опоздали. Опоздали, Эки просто ушел. Хотя на варде еще разочек пробежал. Надо попытаться этого антимага цеплять дальше. Потому что антимаг продолжает фармить. Антимага сейчас будет Яша. Антимага, она уже летит. Экимару где здесь находится? Экимару ушел. Экимару просто-напросто ушел. Ну и не разбегаются все равно ребята из команды Йоу Судмарин. Находятся все вместе. Двое находятся в смоках. Пытаются... Ну, я даже думаю уже не выфармить. Я даже думаю просто где-то находиться. Где-то находиться вместе. Потому что по разделности опасно. Подфармливают вражеские леса. Подфармливают линию. Здесь Штар Спирит потихонечку выходит уже в Орщит. Наверное, сразу в Блуд Торн. Потому что здесь довольно неплохо он заходит. Если сейчас будет Орщит, а потом Блуд Торн быстренько. То антимаг... Ну нет. Вот осталось здесь появиться, наверное, все-таки быстрее, чем Орщит. У Штар Спирита. И реализовать его вряд ли получится. Но в любом случае есть Свен, у которого есть Блиндаггер, у которого есть ГДС и Эхо Сабля. И под Станом, в принципе, антимаг, я думаю, разлететься сможет. Тем более ХП у него так... Не так сейчас много брони у него. Не так сейчас много. Верхнюю башню сил темно атакуют. Но в любом случае телепортируются. Телепортируются. У нас сейчас драка может произойти. Здесь, да, шадл демона поймали. Также убили еще и Тускаря. Попытаются подраться, может быть, против Джиггернаута. Но спрятать и сбить ТП нечем. Просто нечем. Он очень долго родится. А Сен Кинг динает башню наверху. Ну, вот такие вот разводы, конечно, это в духе СНГ комьюнити. Хотя нет. Не-не-не, не в духе СНГ. Это, наверное, в духе все-таки европейского комьюнити. Потому что не пошли пушить до конца, а наши бы пошли. Наши бы сказали, да, а что они там вчетвером внизу погнали на хайграунд зайдем. И зашли бы... И еще и выиграли бы там драку. Что самое удивительное. Забирают Рошана, ребята, из команды ЕО Судмарин. Быстренько сейчас никто им не помешает. Все разбежались, все находятся в разных углах. 15-7 на счет. На данный момент Аегис забирает себе Штор Спирит. Очень, очень-очень приятный артефакт для Штор Спирита. Ты вроде влетаешь, ты вроде тратишь всю ману, дерешься до конца гейминг. Нарезаешься, и у тебя опять фуллмана, а тебе сжигает ее только антимаг, которого на тот момент уже убили. Ну и вот, в принципе, тебя и зафокусить-то нечем. 19 зарядов на Бултстоуне, практически орчд, уже остается буквально 1000 монет. Ну и с ним тот же Тускар, тот же Джиггернаут уже... Ну, у Джиггернаута ладно, у Джиггернаута есть диффуза. У Шадоу Демона ничего нету, у Сэн Кинга, ну, если успеет с Блинк Даггера уйти, у Тускара также ничего нету. Собираться и идти. Вот главный слоган должен быть у Судмарин. Просто собраться и пойти. 3000 монет у Свена на руках. Ну и не так далеко он уже отстает от антимага. Штороспирит там догоняет его. Чуть-чуть отстает. На 200 монет буквально отстает от Шадоу Демона Джиггернаут и на 400 от Свена. Бежит тут просто Рикимару, палит всю движуху. Ну и никакого просвета нет, может это делать абсолютно безнаказанно. Бежит Оракл, с Ораклом вряд ли убьют. Здесь находится Свен, но Свен уже спалился на крипах, поэтому антимаг будет уходить. О, это Джиггернаут будет уходить. Джиггернауту надо продолжать, продолжать фармить, продолжать фармить спауны. Одному ни в коем случае не лезть. Ну хотя нет, Джиггернаут может себе позволить, Джиггернаут наверное может себе позволить даже больше, чем антимаг. Потому что тот просто начнет уходить, а здесь Джиггернаут, который проезжает Блэд Фьюри и просто начнет телепортироваться, а сбивать Блэд Фьюри нечем. Ну пока что. Пока что нечем, потом возможно появятся какие-то очень важнючие артефакты. Пока что их нет. Видит Джиггернаута здесь Рикки Мару. Палит просто, всю движуху влетает, сюда на орчиде, так, пытается Джиггернаута забрать, прячет его дезрабшин, ну и наверное надо уходить отсюда. Хотя под смолк с рином стоял можно было, попытаться как-то подцепить и добить. Ну нет, не пошло. Так, влетает, сюда пошел замес, артас ГДС прожимает ультимативно от Рикки Мару, есть шарды, шардами закрывает здесь, но довольно не очень хорошо. Блинг Даггер сейчас будет, будет ли прыгать? Нет. Не прыгает, но вышка будет падать, вышка будет падать, здесь находятся крипын, Свен под ГДС, МГДС в скором времени закончится, но вышку слить успеет. Тем более Гида, тем более Гида у Штраспирита, он очень хочет драться, ему хочется реализовать этот Аегис. Очень хочется. Ну, нет, не идет, но он в любом случае сейчас уйдет, сейчас может в принципе и подраться. Так, брострайк, пошел по Штраспириту, но вот так терять Аегис это конечно неприятно. Ну и цеплять больше нечего. Штраспирит просто улетает. На мид. Мне интересно, что он будет собирать дальше. Есть у него 20 зарядов на Блдстоуне, есть у него Орхид, есть у него 1000 монет сверху. Будет ли это Блудор? Сразу. Вопрос в том, почему бы нет. Не, в принципе, Линкен Сфера тут ему нужна будет. Ему нужна будет, потому что есть антимаг, которого приоритетная цель будет именно он. Потому что у него в скором времени появится огромное количество маны, и если в нее ультануть, то больно будет соседям сзади и слева. Ну и что, 26 минута в прошлой игре у нас на этой минуте заканчивалась игра. Не знаю, Джиггернаут пытается фармить, антимаг пытается фармить, в скором времени у него БКБ появится. С БКБ его будет подцепить трудно, только Свентой вот так вот и сможет подцепить, вот как того Джиггернаута, которого сейчас просто-напросто убьют, хотя ультимативно Шадо Демон проюзал. На него бежит до конца гейминг Рикки Мару, но вот цеплять нечем. Влетает Штраспирит, говорит, мне есть чем. Орхид решает на Шадо Демона, и Шадо Демона отправляет на верну. Это закончится, Джиггернаут. СНГ-шного коллектива могли и что-то, наверное, поактивнее придумать. Хотя 17-7 вроде как почти каждую минуту были фраги, но это такие фраги. Непонятно немножко, что, зачем он туда пошел, как, вот, были бы какие-то замесы, были бы какие-то сейвы, может быть, но вот нет. Никаких сейвов, просто наметки на замес какой-то, а так, все. Больше ничего и не было. Рикки Мару бежит. Рикки Мару на варде не палится. Палит всю движуху. Здесь Свен довольно близко находится. Смоки прожимает, Смоки сразу же моментально палится. Смокскрин нам отделяет некоторых людей из команды, будет ли прыгать Свен. Свен очень близко находится, но не прыгает. Здесь у нас кто? Здесь у нас Антимаг. Антимаг под блокинбаром начинает раздавать здесь Свен. Или кто кому будет начинает раздавать. Линкен Сфера на ком-то была. Линкен Сфера на Свене. Свен продолжает раздавать здесь. Антимаг пытался, он не слэш, проюзли на Артас. Артас пользует только темативный орк. Пока что находится, пытается его отхилить, но все равно отправляется в таверну. Это минус два восполнения команды GoToAlim. Здесь находится у нас Джиггернаут, Рикки Мару, Сент Кинг. Сзади еще Дарксир и Штор Спирит, у которого нету. А Егиса убивают все-таки Рикки Мару, пытаются кого-нибудь забрать. Суш... Ох ты, господи, ты боже мой, вот об этом я и говорил. Мана Берн просто от Антимага. И это минус четыре восполнения команды GoToAlim. Об этом я и говорил, ребята. Вот так вот это и будет. Может быть стоило... Просто айтому млинку собирать. Но Штор Спирит решил сейчас. Есть Персеверанс, есть 1100 монет сверху. 200 буквально остается ему. А, 2000 буквально остается ему до Линкен Сферы. Совсем чуть-чуть. Ну и с Линкой уже будет поприятно сражаться. Потому что ты знаешь 100% то, что в тебя будут, если даже кидать Мана Берн... То... Ты как минимум с некоторой вероятностью сможешь это пережить. Потому что просто скилл заблокируется. А так нет. Так ты просто влетаешь. Вот он влетел вроде как. Даже вроде Ямана. Это немного было потрачено. Но вот получилось так, как получилось. На один удар буквально хп остался. У него там, по-моему, он фуловый был. А антимаг на 21 уровне уже решает, кому он давать будет. Мана Берн. Тут, в принципе, и Ораку можно кидать. И даже Дарк Сиру в приоритете. Ну, на Свена это такое, на Рикимару это вообще жесть. Ну вот, влетел. Влетел Свен под ГДСом. Влетел под ГДСом на антимага. Пытался его пробить как-то. Ну, он пробивает. Он пробивает, но у антимага всегда есть блинг, с которого он может уйти. Всегда есть блинг, всегда есть Блэкин Бар. И с этим сражаться довольно проблематично. Ну и что, продолжается у нас период фарма. 30-ая минута. 19-12. До Рошана остается буквально. 15 секунд. Надо драться за Рошана. Ну и подходит сюда команда Ел Судмарин. Понимает. Прекрасно. Здесь же находится Шторас Пилит, у которого есть, в принципе, на арбу денюжка. Но пока что он ее не тратит. Здесь находится Рикимару, у которого есть барабаны 1500 монет сверху и Транквилы. Будут ли как-то сражаться за Рошана? Вард стоит. То, что на Рошан заходили, видели. Где у нас находится Свен? Свен находится здесь. Здесь все пятеро. Что с одной, что с другой стороны. Будет ли какая-то драка? Влетает Шторас Пилит. Торкин пешает на Шаду Демона. Очень быстро разбирает его. Сразу же здесь находится Джигген Аут. Прыгает под блинком, если Стан какой-нибудь пытается Джиггер Аута поймать. Телепорта нету, но не бегут до конца. Ребята из команды Йоу Судбарин. Ну что, продолжается у нас период фарма. Продолжается, пытаются здесь все-таки как-то отыграться. Ребята из команды Гоу Туалим. Пытаются противостоять. Дарксиры, кстати, убили. Собираются здесь всей толпой. Варл Спланч полетел на Рикимару. Быстренько убили. А там Гем, походу. Там, да, Гем у Санкинга. И теперь цеплять этого Рикимару будет довольно приятно. В Смаках здесь бежит уже, бегут ребята из команды Йоу Судбарин. Но Цвен пока что наносит очень мало урона. Есть у нее, конечно, Эхо Сабля. Так, пошел Стан по Санкингу. Орчет и очень быстро разбирает. Влетают сюда Шарды. Артаса попытались отрезать. Не получилось. Гем забрали. Недолго музыка играла. Быстренько забрали Гем. Теперь можно влетать как-то и... Вместе с Рикимару. Но ГДСа нет. ГДСа нет, и придется Рошана отдавать. Вот это вот проблема. Без Рошана... Не знаю. Что лучше? Свен, да. В Свене есть Линка. Линка очень хороший артефакт, который будет блочить ультимативно от Шадо Демона. И ультимейт от Антимага. Можно повесить вторую на Шторм Спирита. А, стоп. У него была Линка. Да, да, да. Перепутал. Вот, сейчас собрал, да, Шторм Спирит. Вот теперь две Линки. И Линка еще у Джиггернаута. Линка против того же Шторм Спирита. Против того же Арчида. Но можно сначала залететь-то. Можно залететь, закинуть Вортос и потом Арчида. Станта кто-нибудь другой даст. Ну, вот. Не знаю, получится, влетает Шторм Спирит. Шторм Спирит получает по лицу. Ульт успевает улететь. Смокскрин. Так, Стан. Цвена нету ГДС. Пытаются Антимага пробить. Антимага нету. А Егиса быстренько влетает на Оракула. Под Монтостайл он быстренько разбирает. Хотя в Вон Визе находится здесь. Но все-таки нет. Все-таки от своей же уйты умирает. Рекимару Смокскрин на развороте назад откидывает. Здесь находится Антимаг вместе с Джиггернаутом. Пытаются собрить вышку на Миду Тир-2. И это у них получится. Потому что, хотя Свенс, Свенс ГДС может сейчас влетать, может. Но не в Джиггернаута. У Джиггернаута есть эгита. Нет, надо на хайграунде. Надо теперь на хайграунде драться. Ставят ворды, ставят ворды для Рекимару. Рекимару подходит, просто начинает сжигать Джиггернаута. Но не наносят уже урона. Ну и что? Получится ли как-то отбиться ребятам из команды Йоу Судмарин? В принципе, у них все есть. У них все есть, но также есть и у ребят из команды Гоуту Олимп. Есть Антимаг, расфармленный. У него просто, ну, если посмотреть, то 6 слотов. 6 слотов, правда, там 2 из них стоят 2-3 тысячи монет. Ну, все равно, все равно это слоты. Тоже довольно неплохие, тоже полезные. Этот Владимир, этот... Кто там еще у него? Блокин Бар. Ну и собирать-то больше нечего. С другой стороны, Свен, которого куча всего надо еще собирать. Ему надо менять эго саблю на кирасу. Ему надо собирать доедал, ему надо сатаник докупать. Ой, как это сделать, господи, ты боже мой. Как они это будут делать? Центре стоят везде. Вылетает, что распирит, господи, как здесь заканчивается. Очень быстро команда под ГДС, убили все-таки Джиггернаута. По-моему, нет, Джиггернаута пока что живой, Джиггернаута. Но он не слышит, здесь летает. Артас пытается делить урон между иллюзиями. Пытается добить Джиггернаута в Блэйд Фьюри. Но он не слышит, и Гиду сейчас буду тратить. Антимаг уже убежал, по-моему. Нет, Антимаг здесь рядышком находится. Но я не думаю, что что-то получится. Линкет-сфера навешана на что распирита и понимает Антимаг, что не получится ему ультануть что распирита. И просто-напросто улетает. Артас здесь прыгает дальше. Прыгает дальше, доходит до крипов. Попытается, может быть, что-нибудь сломать, потому что здесь все вчетвером находятся. Если какие-нибудь траволайли, ну, здесь траволов нету, придется Рикимару пешочком бежать. А Артас без ГДС, ну и попытаться забрать хотя бы вышку. Потому что уже есть шарды, хотя нет, не получится ничем отдефать. Не получится без Сэнкинга вообще драться, в принципе. Потому что... Ну что ж, Жигернаут-рестница. Есть, конечно, ультимативная... Есть Димоник Пюрши у Шадоу Демона. Есть прокаст Тул Тускаря. Но нет ни Омни Слэш, нет ни Аегиса влетает. Там уже кого-то что-то спирит, что-то спирит. Разбирает Тускаря. Бай-бай, кажется, Жигернаут. Жигернаут будет ли какой-то врыв. Станчик прилетает по Артасу. У Артаса продают. Артаса с гемом продают. Успевает уйти отсюда Оракул. На телепорте просто буквально отбороз трек уворачивается. И попытается что-то на развороте дальше. На развороте до конца здесь ребята из команды Голту Олимп подраться. Потому что нету свена, без свена здесь драться сможет только Штурспирит. На этом, в принципе, всё. Ну вот, нет. Продолжают фармить. Продолжают фармить, что одни, что вторые спушили. Тир-1 вышку, ой, тир-3 вышку, одну на миде. Ну и за 37 минут это всё. Обычная длина папчика, так что ничего не подумайте. Ну что, 26-17. 37-я минута. Счёт 1-0 в пользу команды Yellow Submarine. Best of 2 серия. Про Лига сезон 16. Группа, по-моему, А у нас сейчас. Да, группа А у нас играет. Best of 2 серия. Команда Yellow Submarine ведёт в данной встрече пока что. Но ребята из команды Голту Олимп показывают то, что, возможно, у нас и будет. Ничья, потому что пока что ничего не понятно. 37-я минута. Давайте посмотрим на графики. Первый раз вообще за игру. Графики начинают стремиться к нулю по XPF. В деньгах уже в нуле убивают быстро Рикимару. Здесь очень быстро его развалили. Блинк сейчас будет моментально от антимага на дальше. Бежать кого-то цепануть. Надо пытаться не цеплять никого антимаг. Пытаться влететь дальше, потому что нету Рикимару. Не будет смокскрина. И байбэка у него также нету. Вчетвером будут пытаться ребята из команды. Йелл Судмарин как-то дефать. Пытается пробить этого антимага. Антимага стан получается. Сразу же Аршид по нему. Борострайк пошел. Борострайк ни по кому не попадает. Пытаются здесь что-то у нас происходит непонятное. Сразу же Вороус Панч. По свену Свену урона просто не получает. На Сенкинга теперь влет. Очередной будет ли дальше? Станы. Под гдс. От Артаса. Артас сейчас в дезрабшене будут ли? Нет. Иллюзии не наносят урона. Еще и Шадоу Демона отправить таверну. Это минус 3. Остается очередной раз только антимаг с Жиггернаутом. И идти по миду. Идти по миду не будет 30 секунд. Шадоу Демона идти дальше. Попытаться сломать бараки. Сюда влетает. Ой-ой-ой, антимаг. Ох ты, какое количество урона тут просто антимаг. И у меня слэш еще так же по Артасу влетает. Триплкил от антимага. Бежать дальше. Смогут ли они этого? Дарксир остался, по-моему, один. Да, Дарксир остался. Один успевает улететь отсюда. Шторс перед. И сейчас просто перевернули драку. Ребята. Просто влетели. Наверное, посмотрел антимаг. То, что там маны у кого-то не было. По-моему, уоракла. И говорит, давай сделаем это, чувак. Под инвизом находится антимаг. Антимага есть. Абисов может на кого-нибудь поражать. На того же, может быть, шторс перед. Хотя ультимативной нету. Да, Абисова вот так вот. Она прожимается. Смогфлин, конечно, прожимает здесь. Рикки Мару, но этого хватает, чтобы улететь сейчас. Что распирит. Что самое интересное. По-моему, три или четыре удара сделал. И просто буквально полторы тысячи маны сжег. Сейчас за секунду. Пытаются забреть сейчас Дарксир. Дарксир баустрайк получает по лицу. Также шардами прилетает по нему. И это минус три. И остается шторс перед и оракоу. И здесь не было байбэка, что самое интересное. У кора героев, ребята, команды Гоуту Олимп. У них есть денежка. У Джиггернаута есть. У антимага есть денежка. Блудорн приобретает себе шторс перед. Ну и это минус сторона должна быть. Хотя Свен здесь. Свен здесь и могут попробовать подраться. Ну, минус три-три точно. Ну, хотя бы. Хотя бы как-то разменяться успевают. Дисрапши спрятают здесь антимагу. Антимага здесь будут иллюзии. Еще пытаются убить здесь орако. Орако отправляет в таверну. На Артаса также влетают. Артаса подкидывают варлл спланч. Пытаются пробить здесь под ГДС. Ультимативную также пораустрак. Здесь с эпицентра проюзывает шаду демон. Байбэк прожимает орако. Орако возвращается в драку. Рикимару в ультимативный пораустрак. Очередной по Штарспириту пытаются его добить. Трипл кью для антимага. Антимаг бежит и рубит дальше. Ультра кью для него же. Ну и в принципе можно и заканчивать. Хотя байбэк делает Штарспирит. Влетает до конца. Если Абисов какой-нибудь как-нибудь забашить этого Штарспирита. Штарспирита убивает Тускаря. И в принципе на этом все. На этом все. Хотя я думаю он будет влетать дальше. Но решает сделать мега крипов. В принципе могли закончить игру. Но Артас пишет good game well played. Это правда или нет. Шадоу Демон отвечает good game well played. Да! 1-1 дорогие друзья. Команда GoToOlimp смогли сравнять данную встречу. Несмотря на то что. В прошлом турнире. Противостояние между этими командами. Закончилось со счетом 2-0. Сейчас все-таки ничья. Боевая ничья у нас. В данном противостоянии. Ну что. Первая игра у нас была в одну калитку. Во второй все-таки ребята из команды GoToOlimp. Смогли отыграться. И вывести эту встречу в ничью. Поэтому поздравляем их. Ну и на этом группа А на сегодня заканчивается. У нас. Впереди у нас группа Б. Впереди у нас встреча между командами Level Up. Против команды Dark Passage. А! Нет! Вру! Я вас обманываю. Команда YELL Submarine сыграет еще сегодня против команды YELL Up. Буквально через 40 минут. Ну а встреча между командами Dark Passage и командой Level Up будет буквально через 30 минут. Поэтому. Не знаю. Посмотрим. Может это будет. Может быть не будет. В любом случае. Объявление на Твиче и в группах ВКонтакте StarLadder TV вы увидите. Поэтому. Оставайтесь в Dota Community. Нашим. С вами был Маэстро. До новых встреч.